Уже после того, как мы с вами сшили нашу безрукавку, имеется в виду швы плечевые, вот такие вот они у меня здесь получились, немножко отличаются, как-то так косы зашли по-разному здесь так, а здесь вот топорчатся, но я так думаю, что я это спрячу, вот я прям туда его все потом попрячу уже. А вот, сделала я уже один, ну грубо говоря, условный рукав, вот так вот я его вывязала, я надеюсь вам заметно, что у нас от подмышки сюда идет здесь у нас уже шире, чем вот здесь. Вообще я хотела тут украсть этот угол полностью, чтобы его не было, но потом поняла, что нужно чуть-чуть оставлять и на мужчинах оно все равно немножечко потянется и будет нормально смотреться. Вот, так что я вот так вот набрала резиночку 2х2, так как у меня внизу вот на планочке все связано. Поэтому решила оставить вот так вот 2х2 и закрыла я это все делами спицей, чтобы вот такая вот косичка получилась. Сейчас мы с вами наберем, я вам покажу, как я это делала. Набираются рукава, чтобы вот лицевой ряд был к вам. Здесь это была задняя часть, когда я набирала, теперь это будет передняя часть набора нашего. Для этого нам понадобится пряжа, той, которую мы вязали с вами и наши спицы. Прям спицами мы с вами сейчас будем это все дело набирать. Смотрите. Прям берем вот где наш шов боковой. Вот он, вот он шов, там где я сшивала. И вот так вот мы с вами сейчас начнем это все дело набирать. Нахожу свой кончик ниточки. Вот так вот я пальчиком ее беру. И прям вот в петельке, где у меня есть, я это все дело набираю. Я не делала в этот раз никаких прибавок. Вот так вот. Вот. И вот наша петля. Первую петлю, точнее вторую петлю я всегда провязываю с двойной нитью, чтобы зафиксировать свою ниточку. Вот. Первая. Вот я нахожу, куда мне поддеть. Протягиваю две нити. И все. И дальше маленький край я оставляю и большой беру и начинаю набирать. Вот где мне удобно, где мне хочется, чтобы была петелька, там я ее и провязываю. Хочу вот здесь. Приблизительно смотрю, чтобы было одинаковое расстояние у меня между петельками. Смотрю, чтобы моя ниточка не расслаивалась в процессе вязания. Если вижу вот такую вот дырочку, то продеваю под низом вот петля и в эту петлю. И провязываю. Таким образом мы немножко тут скрыли дырочку, была бы еще больше. Но зачем же нам еще больше? Таких петель по моей безрукавке нужно набрать 68 штук. У вас это может быть совершенно другое число. Может быть даже не такое. Так как размер у нас разный. Ну, вылазька. Размерчики мужчин разные. И вы там высоту определяете сами. Ваших всех подрезов, скосов, всего-всего. Вот видите, когда вот такие вот дырочки, их нужно как-то стараться припрятать. А дальше просто набираю нужное мне количество петель. Вообще я не люблю показывать вам вот такие вот незавершенные работы. Потому что вот эти все ниточки, еще ничего не попрятано. Ну, не смотрится так. Я бы, допустим, такое не хотела покупать. Но я-то понимаю, что оно потом будет все красиво, все там обязательно получится. Но сразу смотришь на это все, о боже. Вот. Таким образом мы с вами набираем петельки до нашего вот начала. Набрав 68 нужных мне петель, теперь я... А, еще, почему 68? Чтобы потом у вас вот здесь 2 лицевые и 2 изнаночные, вот они соединились. И не получилось, что у вас здесь 2 лицевые идут и еще 2 лицевые. Поэтому 68 нам подходит. Так. Что делаю дальше? Это я провязала первый ряд. На моем электронном счетчике рядов модном я отмечаю, что это наш первый ряд. Мы его набрали. Дальше вяжем способом Magic Loop. Вот так вот я с протяжками это все буду делать. С протяжками в смысле спиц. Вот здесь протянула и здесь протянула. Кончик этот наш коротенький прячу я внутрь. Чтобы он мне даже не мешал. И теперь простейшее, что можно делать, это набираю 2 лицевые, 2 изнаночные. Так же само по кругу. Вот 2 лицевые, 2 изнаночные. И дальше 2 лицевые, 2 изнаночные мои петли. И так мы делаем до конца ряда. Сейчас я вам покажу, как же я перетягиваю эти спицы. А если вам удобно, вяжите на 4 спицах. Каждый приучен по-разному. Самое главное в вязании, знаете что? Чтобы вам было удобно. Все остальное не имеет значения. Вот. Поэтому хотите вяжите на 4, хотите как я на кругу. Вяжите на круговых спицах и в помощь вам. Смотрите теперь, что происходит. Вот эту леску я протягиваю. Вот так вот. И теперь эту спицу я протягиваю сюда. Здесь одеваю так, чтобы можно было вязать. Разворачиваю. И все. И дальше в путь. На чем мы тут остановились 2 изнаночные. И дальше мы вяжем наши лицевые 2 петли. Все. Так провязываем до конца нашего второго ряда. И это у нас с вами уже на счетчике получается 2 наших ряда. Первый, который мы набрали. И второй, на котором мы набрали наши лицевые и изнаночные петли. Что делаю дальше я? Я провязываю третий ряд. Такой, какой он есть. Без поворотных рядов, без ничего. Просто вот вяжу третий ряд. Так как я вам это показала. И потом уже в четвертом ряду я начну делать поворотные ряды. Так что вяжите третий ряд. Встретимся в четвертом. Так, теперь в третьем ряду. Вот он на счетчике у нас провязанных 2. Первый у нас был тот, который мы набрали. А второй ряд мы сейчас с вами провязали. Набрали нужные нам петли. И провязан у нас третий ряд. Теперь в четвертом ряду мы делаем с вами повороты. Смотрите, чтобы все было правильные повороты у вас, вы должны, ваши спицы, чтобы у вас были по центру вашего шва. Собственно говоря, по центру вашего шва. И смотрите, мы будем не довязывать до конца, до середины нашего ряда, получается. Не довязывать мы будем с вами 2 лицевые и 2 изнаночные. Мы с вами не довяжем. Все остальные мы с вами провязываем. По поводу поворотных рядов, как я их вяжу. У меня на канале есть видео с ростком. И там вы можете детально посмотреть, что там да как вяжется. Поэтому я на этом сильно не останавливаюсь. Провязывайте до этих 4 петельчик. Довязав, смотрите, вот у нас остается здесь 4 петли. Вот 5-я. За нее мы будем поплетать нашу ниточку. И все. И разворачивайтесь, и дальше провязывайте до конца. Еще один момент. Я на счетчик рядов, вот эти вот поворотные, никаким образом не отмечала их. Там я прям вот отмечаю именно те, которые по кругу. А эти я просто запомнила, что вот так вот у меня здесь сделано. Поэтому вяжите ваш поворотный ряд обратно. Провязывайте ряд. Это будет у вас третий до конца. Потом опять здесь провязывайте поворотные. Опять 4, чтобы у вас было с этой стороны. Возвращайтесь обратно. И вяжите по кругу. Четвертый и пятый ряд. Вот по кругу отмечайте их у себя на счетчике. А мы с вами встретимся в шестом уже ряду. Ну что там? Получается все. Смотрите, я провязала. И вот прям как оно видно уже, что мы тут работаем, собственно говоря. В общем, дальше в шестом ряду. Ну, это наш условный шестой ряд. Вот сейчас мы будем делать. Знаете, что мы сделаем? А мы еще раз поворотные ряды сделаем. Еще нам нужно будет убрать вот нашу закругленность такую. И теперь, то мы с вами не довязывали 4 петли. А теперь мы с вами будем не довязывать 9 петель. Вот. Я отсчитаю. Сейчас отделю маркером, чтобы вы видели, какое это получается расстояние. Смотрите. 2, 4, 6, 8, 9. Вот здесь вот маркирочка. Я отделяю. Ну, во-первых, чтобы мне потом не считать, конечно. Смотрите. Сейчас я опять же провязываю туда, провязываю обратно, провязываю по кругу. Потом с этой стороны провязываю так же само, провязываю туда, обратно и провязываю уже сюда в обратном порядке. Это в обратном порядке у нас получается, смотрите, поворотный ряд, шестой, опять поворотный ряд и седьмой мы с вами вернулись. Давайте, чтобы себя проверить, просто посчитаем где-то вот посерединке, чтобы у нас было все правильно, посчитаем, сколько же здесь петель получается. Получается, что у нас там было 2 поворотных ряда, 2, еще 2 мы сделаем сейчас и плюс 7, должно остаться 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и наш закрытый ряд. Значит, наш закрытый ряд. Все правильно? А ну-ка, еще раз пересчитываю. Вот я набрала. 2 поворотных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. Тогда у нас получается 7 рядочков. Вот, запомнили, что мы здесь теперь 9 будем не довязывать кверху, чтобы у нас получилось вот так вот. Я хочу, ну, видите, вот я немножко как украла этот проем, он был гораздо глубже и за счет поворотных рядов я его постаралась так вот выровнять. И все, провязывайте поворотные ряды и я вам покажу, как я закрыла. Хотя у меня на канале уже есть видео о том, как закрывать петли, но пусть будет в этом мастер-классе, чтобы вы уже нигде не искали. И что касается непосредственно нашего уже завершения, так сказать, рукава. Ну, рукав это вообще громкая фраза. Ну, да. Что у нас теперь тут происходит? Я закрываю обычным способом спицами. Ничего не придумываю. Я вообще оставлю ссылочку в описании, если не забуду, конечно. Но постараюсь оставить ссылку в описании с закрытием петель, все, которые я там вам показывала. Ну, а на данный момент я это делала вот так. Вот наша ниточка и вот наши петли. По две петли. Вот так захвачиваю, провязываю вместе. Затягиваю. Возвращаю петлю с правой спицы на левую. Опять захватываю две петли. Опять провязываю. Теперь уже стараюсь не затягивать, ну, чтобы потом не сковывать движение моего заказчика. Смотрите, вот так вот возвращаю, зацепила вот так за заднюю стеночку и захожу. Захватила, провязала, вытянула. Все. Еще раз показываю. Вуаля. И так, смотрите, у нас тут получается такая косюля. А мы с вами провязываем так весь наш круг. И все. И потом уже мы можем смело отрезать и прятать наши кончики. По поводу горловины. Смотрите. Я, когда вязала спинку, я здесь делала скосы плечевые. Вот так вот оно выглядит здесь. И оставила, ну, вот, если честно, уже не помню количество петель. Ну, приблизительно для головы. Вы же там сами видите, какая должна остаться, чтобы потом можно было смело просунуть туда голову. Вот. Сделала же я. Ненавижу так показывать, потому что куча ниток. Ну, ладно. Вы же тоже вяжете и все это видите. Ладно. В общем, здесь у меня открытые петли остались. Теперь я возьму те же спицы. Я спицы не меняла, ничего не делала. В этот раз все одними спицами вязала. Поэтому сейчас я буду набирать петельки уже горловины. И потом эти вот открытые тоже туда уже я присоединю. Аккуратненько здесь смотрите. Видите, чтобы, ну, смотрелся рисунок, чтобы не было там никаких некрасивых стыков. Поэтому перед вообще старайтесь максимально красиво. Ну, так не только перед, а вообще, в принципе, всю работу старайтесь сделать, чтобы вам нравилось. Эти все дырочки я еще попрячу. Это от того, что вот петли там как-то куда-то кто-то убежал. Ну, я это все крючком попрячу. Когда буду прятать нитки, это все как раз красивенько убирается. В общем, сейчас я буду набирать петли. Так же само, как я их набирала здесь. Только буду горловину я вязать резинкой один на один. Вот решила, что буду горловину вывязывать так. Такую горловину резинкой один на один я делала на своем зеленом свитере. Я оставлю ссылочку под кнопочкой еще. Посмотрите на этот свитерок. А, он точно такого цвета, как эта безрукавка. Оливковый, пишут производители. Но какой это оливковый, я не знаю. Ну, вот, ладно. В общем, называется он оливковый. И вяжу я теперь такого же цвета безрукавку. Все. А горловину потом, сам ворот, я закрою тоже спицами. Так же само, как я закрывала здесь наши рукавчики. Так что, я думаю, вы с этим справиться должны, раз уже вы дошли до горловины. Уже это все последняя наша часть. Потом я вам покажу, как закрыть наши, ну, как попрятать наши петельки. Не петельки, а как попрятать наши нитки. Покажу, на какой скорости я отжимаю. На какой позиции я вообще стираю его. Какой порошок я вам покажу. Я стираю порошком. Не средством для стирки шерсти. Я стираю обычными порошками. И покажу вам процесс, как же я раскладываю данное полотно.